Безопасно и полезно. Продукцию местных производителей проверили на соответствие с санитарным требованиям. Об этом в ходе брифинга с представителями окружных СМИ рассказал заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса Ненинского округа Михаил Ферин. Подробности расскажет Ольга Руссул. Проверка местных производителей продукции на готовность к работе в жестких условиях эпидемической обстановки проводилась профильным департаментом по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа Юрия Бездудного. Так под пристальным контролем остаются два предприятия – Акционерное общество мясопродукты и Ненинская агропромышленная компания. И чтобы население было спокойно, хочу сказать, что все люди, которые работают с продуктами, которые мы продаем и выпускаем в магазинах, это проходит, как правильно сказать, медицинское свидетельство. Там все это сделано, они все, каждое утро меряют температуру, они все работают так, как надо. Кроме соблюдения всех необходимых мер безопасности, в резерве Акционерного общества мясопродукты на сегодняшний день имеется 214 тысяч банок различных консервов. Это тушенка, тефтели, различные каши с мясом. Что касается агропромышленной компании, то предприятия также полностью обеспечены сырьем для производства молочной продукции. То есть, если вдруг какая-то там беда случится, то мы с голоду не умрем. То есть, что у нас есть, то мы то и покушаем. Михаил Ферин отметил, что предприятия при реализации продукции не испытывают снижение спроса на производимый товар. Сырье мы заготовили благодаря нашим оленеводам на год. Там более 100 тысяч тонн. То есть, все холодильники находятся. Да, более тысячи тонн. Да, более тысячи тонн. То есть, все сырье есть на местопродуктах. То есть, мы его будем перерабатывать. Кроме того, она отметила, что все дотации и субсидии оплачиваются местным производителям в прежнем объеме. Так, в 2020 году на поддержку животноводов будет направлено более 250 миллионов рублей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.